Да, Додони, а здесь ты, персонал, айфокут инку Криму, контрапроприлу и пупор. Туа инициат, а часто лупты ку-ку ку-ку ку-румэнии? Шаспундище, к таким пунэнтидалежирь, да Донь сейчас хочет показать русскоязычным гражданам Молдовы, что вот он борец с унианизмом, он не пойдет на поводу, понимаете? Нас опять разделяют на правых, левых, проевропейских, пророссийских, прорумынских. Вот это твоя миссия, Додон. Ближе к выборам начнутся другие комбинации. Сейчас опять начнут либо один памятник сносить, либо другой, для того, чтобы общество между собой начало разбираться, бодаться, чтобы люди не думали про то, как они плохо живут, про их мизерные зарплаты, про то, что они умирают с голода, чтобы люди думали. Уния, аппары, монументы, лесовечи, кто-то отстаивает эти памятники, кто-то начинает продвигать опять монументы Лембии, Румынии и так далее. Потому что, Додон, ты не объединитель, ты не президент всех молдаван. Ты обещал мне и всем гражданам Молдовы, это в 2016 году. Ты просто являешься человеком, очередной политической путаной, которая разделяет молдавское общество. Если бы общество хотели объединить, если бы реально хотели решить, ребята, Приднестровскую проблему, проблему национальных меньшин в Молдове, то это решается по-другому. Я неоднократно говорил в 2014 году, я против того, чтобы закрывали стеленые школы и куда-то заставляли эти детей. Но если нужны в Лепканах, большинство граждан говорят на украинском языке, и хотят они украинский лицей, значит, в Лепканах я открою лицей Тарас Бульба, где учатся на украинском языке, будут часть предметов изучать на государственном языке. Мы не сможем сегодня решить Приднестровскую проблему, пока жители того берега не перестанут бояться молдавские власти, пока мы не создадим здесь в Молдове условия для жизни лучше, чем сегодня есть у них в Приднестровье. И самое главное, вы должны все понимать, особенно это касается тех, кто называет себя унионистами, что без того, чтобы не пообещать и не прогарантировать им, и не просто пообещать, а реально сделать, чтобы в Приднестровье, в Приднестровском регионе, статус русского языка имел бы статус второго государственного языка в Молдове в этом регионе, так же, как в Гагаузии. Значит, эта проблема никогда не решится. Сегодня нужно подружить всю страну, прекратить политические спекуляции про правых, левых и так далее. И только так сегодня люди должны все засущить рукава и взяться за работу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова